АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Уже поздоровались. Спасибо, что пришли. Это не совсем мой профиль рассказывать об IT-географии. Меня пригласили как участника конференции поделиться опытом о том, о каком-то опыте работой за границей. Я работал в Амстердаме около трех лет в четырех разных компаниях. Поэтому я просто поделюсь опытом о том, как я лично там жил, чего я там видел, что мне понравилось, что мне не понравилось. Я разбил на две части. Сначала расскажу, что было хорошего, потом расскажу, что было плохого. В порядке очередности от простого к сложному. Сначала проще, потом все сложнее и важнее. Что мне понравилось? Во-первых, это очень красивый город. Я посмотрел в интернете, когда готовился к докладу, посмотрел рейтинги красивых городов, нашел, что Амстердам по версии Forbes находится на девятом месте из десяти, при том, как Нью-Йорк находится на третьем. Я категорически не согласен. Я был и в том, и в том городе. Амстердам значительно красивее, чем Нью-Йорк. В нем значительно приятнее все, значительно все чище. То есть город значительно лучше. Но мне он кажется одним из, не то что одним, я бы назвал его самым красивым городом из тех, в которых я бывал. Это первое, что нам нравится. Он очень чистый, и он не просто чистый, он очень ориентирован на очень экологичный город. У меня была такая даже история. Мы брали машину на прокат в Амстердаме, и ездили там, с родителями я там был, когда они приезжали в гости. Мы брали машину на прокат и проехали на ней неделю на этом автомобиле. И был дождь почти, там часто дожди в Амстердаме. И мы неделю ездили на этой машине. В конце недели можно было так провести по автомобилю рукой, по крылу, и рука оставалась чистой. То есть неделя езды по голландским дорогам, по селам, по городу. Вот такая-такая чистота. Это один такой интересный пример. И второй пример, то, что у меня тоже понравилось, то, что я часто рассказываю про Амстердам. Я ездил на работу на велосипеде, и расстояние было порядка трех километров. И я садился на велосипед возле дома, и вставал с велосипеда возле офиса. И все эти три километра я ехал на велосипеде без остановки, не натыкаясь ни на какие бордюры. То есть вся дорога проходит на настолько приспособлены под велосипедистов, что на велосипеде ты двигаешься без остановок и нигде не перескакивая через бордюры. Висит знаки для велосипедистов, дорожки для велосипедистов. Ты как автомобиль двигаешься, светофоры для велосипедистов. Ты нигде на велосипеде с него не встаешь. Ты приостанавливаешься, но не встаешь. Это довольно впечатляюще. В Нью-Йорке такого нет, в никаких других городах я такого не видел. В Швейцарии такого нет, в Париже такого нет. То есть город классный. английский язык опять же по данным википедии вчера посмотрел восемьдесят девять процентов населения говорит на английском языке у меня был тоже очень удивляет что национальный у них государственный язык один единственный голландский дочь и у меня был такой периодически со мной случалось что приносил почтальон почту он звонит в дверь он распустится в этой дверь открыть дверь и почтальон говорил на английском значительно лучше чем я это тоже удивляло то есть почтальон который живет в голландии не должен по идее говорить вот такие 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 случаи почти все говорят на английском и очень хорошо это тоже преимущество потому что когда туда если вы кто-то думает до мигрировать или ехать туда на работу это вам очень поможет по сравнению например с германией в котором говорят на немецком и английский очень не распространен или например с не захотите еще странный иммигрирует там тоже испания италия даммель франция там местные языки голландий английский язык онский В офисе никогда не было проблем при общении на английском языке с сотрудниками. Я работал в четырех компаниях в течение трех лет, и это везде никогда не было проблем. Теперь переходим уже, собственно, к работе. Первое, что бросается в глаза, это то, что в общем требования к программистам... Кто из вас программист вообще? Так, тогда я не знаю. А кто вы, а остальные кто? Фотографы. А вам вообще вы думаете, эмигрировать или какой интерес к Амстердаму? Вы хотите туда ехать или вы просто идите? Хотим удерживать сотрудничею. А, чтоб не уезжать. У меня вдруг программист туда уехал, я хочу узнать, врет он мне или нет. У меня такая же ситуация. Хорошо, ну вот теперь о программировании. Первое, что мне бросилось в глаза, я работал там на нескольких позициях. В основном архитектора или того, кто так или иначе нанимает сотрудников. И я видел, что требования к программистам, к дизайнерам, мы работали дизайнеры, программисты, тестеры и проект менеджеры значительно ниже, чем вот, например, в Украине или России. Я даже присутствовал при таком интервью, когда CTO компании, при мне мы интервьюировали девочку по скайпу. И он спрашивал, она должна была быть программистом, и он спрашивал, она не приехала, потому что она была в Греции, он хотел ее перевести в Амстердам. И он задавал ей вопрос, сначала спросили, как тебя зовут, откуда, хорошо. А потом он говорит, ну ты хороший программист? Она говорит, я хороший программист. Он говорит, нам нужны хорошие программисты. Она говорит, я хороший программист. Он говорит, ну это нам подходит. Это реальный случай, да. Мы потом смеялись, я тоже, но он не знал, что у нее спросить. То есть настолько уровень, настолько им достаточно просто хороший программист, что они его просто берут и все. Поэтому это бросается в глаза, низкие требования. И когда я пытался в этих компаниях вести какие-то интервью, какие-то там тесты входящих людей, это воспринималось как, это у вас так в Украине делают, да? это у вас такие там это ваш русский подход так тестировать людей обычно достаточно посмотреть интернер резюме поговорить и можно можно потоком сознания мягко стелят жестко спать мягко стелят жестко спать мягко стелят жестко спать это значит что они берут а потом а потом с ними плохо обращаются не там вообще в принципе ниже требовать в принципе общий уровень я не могу сказать хорошо это или плохо я хотел отнести в раздел плохо но наверное хорошо тому кто хочет быстро попасть то есть иммигрировать туда легко если допустим вы хотите иммигрировать в калифорнию в силиконовую долину я сейчас нахожусь большее время то будет значительно тяжелее чем иммигрировать в амстердам амстердам просто имея хорошо хорошая красивая резюме в которых есть слова big data там java и spark вы в принципе уже будете там через два месяца в калифорнии с вами еще будут долго разговаривать и скорее всего не примут у меня был опять же случай парень который легко попал к нам на интервью там в одну из тех компаний где работал легко прошел интервью очень классный программист потом он попытался с ним интервьюировал facebook с ним разговаривал facebook его нельзя то есть требования в принципе в амстердаме значительно ниже к сотрудникам чем чем в той же например и чем украине россии я тоже наблюдаю как здесь люди отбирают и в принципе я так вижу что уровень специалистов на этой территории значительно выше чем там хорошо это или плохо вопрос но если сравнивать калифорнию и русский киев по уровню требованиях специалистов если брать калифорнийские компании типа facebook google то у них требования выше да с ним попасть тяжелее если сравнить компании средние там какие-нибудь игровые или какой-нибудь ну просто большие компании которые много программистов кто ниже я считаю что уровень программистов здесь на россии и украине белоруссии значительно выше вот на прям на голову я это вижу по конференциям это вижу по вопросам которые мне задают я это вижу по по читателям допустим моего блога видно что да америка по моему она ниже вот общий уровень такой средний исключая ключевые компании да исключая там фейсбуке google и apple там там люди хорошие вот дальше то что опять же по работе важно легко получить визу то есть получить туда рабочую визу это вопрос двух недель двух месяцев два месяца от момента когда вы захотели туда поехать на работу и через два месяца вы будете там то есть весь цикл от вашего желания до вашего перемещения приблизительно 2 месяца довольно быстро это очень очень хорошо если взять ту же америку это год как минимум и с вариантами часто вообще это лотерея и может ли не попасть всякую другую страну европы там тоже тяжелее амстердам голландия очень сейчас зовет людей с удовольствием берет их на работу еще что очень там здорово опять же для сотрудников это контракты которые они заключают на них обычно заключают сначала на 6 месяцев потом если вы подошли вы скорее всего подойдете если вы не абсолютно лентяй то вы скорее всего подойдете на ваша уровень будет на земле программистных новых про для программистов говорят если ваш уровень выше чем чуть выше чем средний у вас там будут с простёртым объятиями через полгода самих заключат на год контракт такая не практика через этот год потом следующий контракт это еще на год а следующий будет на 5 лет и контракт они не разрывают и так как американцы которые без проблем päчать контракт на год могут его разорвать посредине там выплатить вам компенсацию за один месяц, и до свидания. А то и не выплатить вообще. Нормальная практика в Америке. В Амстердаме год означает год, и вы будете там год находиться. Работать или не работать, нужны вы или не нужны, вам будут год платить деньги. Я видел ситуации, когда люди уже проекты закрывались, уже нет необходимости в этом человеке, а его все равно продолжают держать, платят ему зарплату, он ходит на работу, и все смеются, и спрашивают, что ты здесь делаешь, он все равно приходит, ему все равно платят деньги. Такой вот у них социалистический подход в Амстердаме. Что, не знаю, хорошо или плохо, я просто, если кому-то важна job security, и быть на одном месте, и стабильно получать деньги, то Амстердам это то место. После пятилетнего контракта, очень часто, не очень часто, а всегда заключают контракт безлимитный. То есть контракт, который обязывает этого работодателя до конца вашей жизни платить вам денег. Я такого нигде не встречал. Называется lifetime у них, lifetime этот контракт, который заключается на пожизненное трудоустройство. Я нигде, ни в каких странах этого не видел, и то есть в этом случае вы только можете, только вы увольняете, вас могут, вы можете лишиться этой работы только по собственному желанию. Либо по какому-то случаю там воровства в офисе, или я еще не знаю, через суд. То есть это очень сильно защищает сотрудников, и это из достоинств, пока мы обсуждаем хорошие. Ну и последнее, наверное, там в принципе достаточно легко получить гражданство. Если вы там пробудете по рабочей виде 5 лет, то вы почти автоматически, сдав экзамен по языку, вы получите гражданство. Голландское гражданство, наверное, это неплохо. Это из того, что мне вам понравилось. Теперь то, что мне там не понравилось. Есть и наше выступление называется «Не обольщайтесь». Значит, первое, опять же, от простого к сложному. Первое, там дома маленькие, везде все в лестницах. Вам придется подниматься все время вверх-вниз, это такая, может быть, для кого-то это хорошо, для нас это сначала было достаточно в таком, первые две недели очень болят ноги. Очень болят ноги, во-первых, ездите на велосипеде везде, во-вторых, вы все время поднимаетесь по лестницам, вверх-вниз. Дома узкие, они стоят очень плотно друг к другу, и квартиры, вот у нас была квартира трехэтажная. Это не значит, что она была очень дорогая или фешенебельная, она была трехсот трехэтажная. На первый этаж вы входите, ваш первый этаж, он метр на метр, потом вы поднимаетесь по лестнице, на втором этаже у вас спальня и туалет, потом вы поднимаетесь еще по лестнице, на третьем этаже у вас кухня. Вот такая трехэтажная квартира. И в этом доме находятся таких две квартиры. Одна в этом стояке и вторая. Дом трехэтажный. Вот такая вот интересная архитектура, которая сначала создает трудности. Вы с этими всеми вещами, будете подниматься вверх-вниз. Это, наверное, мелочь. Вторая, там тоже из мелочей, там постоянно воруют велосипеды. У меня за два года украли дважды. При этом вы вешаете два замка на них, причем воруют в дневное время. Я постоял возле супермаркета, закрыл на один замок по ошибке, вернулся через 30 минут, велосипеда уже не было. То есть там все ездят двумя замками и покупают очень дешевый велосипед. Дорогой велосипед там купить, это только приезжие иммигранты покупают дорогие велосипеды сначала. У них их воруют, на следующем этапе они покупают за 50 евро велосипед, на котором еле едет. Его уже так воруют, ну реже. Это уже проблема, которая немножко пугает на старте. Хотя я прочитал, что Амстердам входит в топ-25 самых безопасных городов мира. То есть действительно там общее ощущение спокойствия, общее ощущение безопасности. Днем, ночью в центре. Центр полон туристов, там разрешена марихуана, там разрешена проституция, но тем не менее центр совершенно не вызывает никакого ощущения опасности. Там ночью гуляешь, днем гуляешь, все совершенно спокойно. Ну, то есть, так вот. Да, я еще там узнал, что когда человек ворует велосипед, его ловят, то за это не наступает уголовная ответственность. Его просто регистрируют там где-то и отпускают. Да, если он делает это трижды, если он трижды зарегистрировал, то наступает какая-то ответственность. Но первый раз его просто отпускают и говорят, больше так не делают. Может, это национальный скоб? Я не знаю, да. У них это, да. Я даже видел, вы можете посмотреть на YouTube, есть такое видео, посмотрите, называется на английском соревнованиях, кто быстрее уграет велосипед. Они провели соревнования в трех разных городах поставили велосипед не пристегнутый и скрытую камеру. И посчитали, сколько времени пройдет перед тем, как его украдут, увезут оттуда. В Голландии там что-то меньше минуты это занят. В остальных там где-то там полчаса, где-то там сорок минуты, там меньше минуты. И почему-то так смешное видео, когда он ворует его, там открывается, значит, скрытая камера становится нескрытой, и они играют в барабаны, поздравляют его, он убегает. Действительно в Амстердаме это так, они воруют и воруют везде. Следующая проблема, которая реально проблема, это плохая погода. Там действительно плохая погода, там постоянно дождь, практически каждый день дождь, пасмурно и очень серо. Там даже не тот дождь, к которому мы привыкли, который ливень, там такая сырая погода, постоянно тучи, и выезжая на велосипеде из дома, у вас ощущение, что вы из дома и не выехали. То есть над вами все время крыша находится, такая из серых облаков. Когда самолет из Амстердама взлетает, вы всегда вылетаете из облаков, солнце, и очень радуетесь этому. То есть улетая из Амстердама, это такое первое ощущение солнца, которое вы видите, улетая из облаков. Реально погода проблема, и в общем-то, почему я оттуда уехал, одной из причин была погода на самом деле. Нет там проблем ни работа, ни деньги, а вот погода через два года становится очень пасмурной и очень депрессивной. Это проблема, надо ее учитывать. Такая же, по-моему, и ситуация в Лондоне, я не был, но вот так говорят. Еще одна проблема, там невкусная еда. Еда в Амстердаме, это вообще большая, большущая проблема. Она просто невкусная, они не уделяют внимания еде, сами голландцы, они едят, ну я работал в офисе больше полутора лет, там была столовая, в которой кормили, и в течение полутора лет нам давали разный хлеб лежит на тарелочке, на подносе, разный сыр и разная колбаса. И банки с кетчупом. И вот в этих комбинациях нужно было каждый день комбинировать этот хлеб с сыром-колбасой или колбасу с сыром, поливать разными кетчупами, и так полтора года подряд. И это всем устраивает. Это тоже проблема, если вы там будете долго, то вам это может немножко надо есть. Проблема следующая, высокие налоги. Если вы будете получать программиста, если хороший программист, он получает порядка 60 тысяч евро в год. Это зарплата брутто, это зарплата как бы сыра, грязная. Из них налогов стандартный европейец, стандартный голландец будет платить каждый месяц, то есть 60 тысяч делим на 12, это 5 тысяч евро в месяц, правильно? В чисто, ну как бы грубо, с брутто. Из них голландец, если он голландец, он будет платить 1740 евро налогов. 1740 каждый месяц вы платите из своей зарплаты. Это достаточно много. То есть у них это рейты Голландии, они почти под не из самых высоких в Европе. Если вы иммигрант, то вам дается скидка небольшая. Ну не небольшая, а 30% скидка. В течение 8 лет. Когда вы иммигрируете туда, то первые 8 лет вы платите на 30% меньше. В итоге вы будете каждый месяц платить 1040 евро. Каждый месяц из ваших пяти вы 1040 вычитаете. Это может показаться не так уж страшно, но для тех, кто иммигрирует, для тех, кто привык платить ноль или платить какие-то копейки в Украине, это серьезная сумма. То есть они каждый раз вам это дают пейчек, и в этом пейчеке видно, сколько вы отдали государству. Это довольно много. Многие люди, у меня были примеры, я знаю ребят, которые, ну их это напрягает, и они об этом... Возврат налога у них есть? У них не возврат, у них вот этот рулинг, этот самый правило 30%, они не возвращают налоги, точнее они возвращают вот через эту схему. То есть сначала там, по-моему, платите 1700, а потом идет возврат, и в итоге у вас остается, вы заплатили 1040. То есть да, это такой механизм возврата. Следующее проблема, там дорогое жилье. Самая квартира, в которой мы жили, это та самая трехэтажная, совершенно скромная квартира без излишеств, это будет вам стоить порядка 1400 евро в месяц. 1400 евро в месяц, чтобы жить где-то на территории Амстердама. Амстердам маленький город, но за его границами жить тяжело, вам будет долго забираться на работу, поэтому в кольце Амстердама это 1300-1400 евро. И плюс еще вам нужно будет заплатить столько же агенту, который вам ее найдет, там такое правило, 100% вы платите агенту за поиск этой квартиры, и вам нужно будет потом заплатить вперед еще заплатить депозит в размере такой же стоимости от стоимости квартиры. И этот депозит очень часто не возвращают. Там такой же точно обман, как и у нас. То есть я видел массу случаев, когда людям не возвращают депозит, рассказывают, что вы поломали умывальник и стоит это 1000 евро. Или нам нужно было после вас убрать квартиру, уборка стоит 700 евро. И причем эту цифру вам сообщают через месяц после того, как вы выехали. То есть вы квартиру заканчиваете, вы ее сдаете, вы выезжаете, и вам этот депозит возвращается через месяц. И через месяц вам пишут e-mail о том, что вот вам счет, мы убрали вашу квартиру, это стоило там 700 евро, ремонт две ручки на двери еще 600 евро, поэтому вы нам еще должны 100 евро. Вот такие случаи у меня были дважды, у двух ребят, и я это видел, и тоже так сказать. Но такая недвижимость, она регулируется государством, правильно? Потому что у нас это все в тени находится. Ну у них все регулируется, да. Вы платите налоги официально, вы платите с банковского счета, вы платите не налоги, а оплату за квартиру, вы платите официально. То есть тут черного рынка нет. Но вот так они официально вас обманывают. Ну не то, что обманывают, но забирают ваши деньги. И это я знаю парня, который вот очень сильно был расстроен этим, он говорил, я приехал в Амстердам, ожидал, что это Европа, ожидал, что здесь все цивилизовано. Меня просто обманули на мои там 1300 евро. Это сильно очень бьет по вашему ощущению счастья от того места, где вы находитесь. Оно будет немножко, будет проблемой. В принципе жизнь дорогая. Например, проезд на трамвае от одного места в Амстердаме до центра Амстердама 2,90 евро. Ну это такая цена для туриста. Если вы там живете, вы купите себе карточку, этот проезд будет стоить дешевле, но все равно вы будете в месяц порядка 100 евро тратить на транспорт, так или иначе. Транспорт достаточно дорогой. Дорогой, но очень качественный. Очень качественный, все ходит по расписанию, трамваи, поезда, все вовремя, но вы платите за это. И электричество и вода. 200 евро в месяц будете готовы тратить на это электричество и воду даже в маленькой квартире. То есть стоимость вашей квартиры будет там 1300-1400 плюс 200. Помните, какую зарплату мы получаем. Если вы получаете 5000 из них, 1100 вы отдаете на налоги, 1400 на квартиру, 200 на воду, электричество и 100 на проезд, у вас остается сумма, которая, я в большинстве случаев это видел на примерах людей, которая меньше, чем они получали на Украине в два раза. То есть человек получая здесь на Украине допустим 2000 долларов зарплаты и живя в квартире, которая у него осталась от бабушки и добираясь на работу пешком или на маршрутке, у него в итоге наличных остается в месяц, из этих 2000 у него там 1500 остается. В Амстердаме у него остается 700. И возникает вопрос, а надо ли мне весить, надо ли весить этот сыр-бор, нужно ли мне жить в Амстердаме. И я знаю двух ребят, которые уехали из Амстердама. Они поработали год по контракту, были с женой, с ребенком, собрали жену-ребенка, сели в самолет и вернулись в Днепропетровск. Именно по этой причине, по недостатку денег. То есть вы там не разбогатеете, а наоборот у вас будут с деньгами проблемы. То есть эмигрировать туда ради денег не получится. Ну, еще две проблемы. Одна проблема, общество достаточно закрытое. Там очень тяжело найти друзей и очень тяжело дружить с местными, с Амстердамцами. Я прожил там три года, у меня были масса знакомых, но в итоге я был на дне рождения один раз. За два с половиной, за три года. То есть один раз меня... На своем? Нет, не на своем, но меня пригласили всего один раз, да. И вот на этом все закончилось. За три года. То есть никаких каких-то контактов социальных установить так и не удалось. Хотя я, ну, в общем, общительный достаточно. И в офисе мы достаточно общались много. Но после офиса ребята собирают вещи и расходятся по домам. Это тоже очень напрягает тех эмигрантов, которые привыкли быть... Русскоговорящие общества. Русскоговорящие общества существуют, но его будет там немного. Там оно есть, но он и не такой распространенный, как в Калифорнии, например. В Калифорнии можно вообще прожить десять лет, не сказав ни слова по-английски. Там огромное количество русских и можно только с русскими общаться. В Амстердаме значительно меньше. Я работал в компании, там было 150 человек, из них было четыре русскоговорящих человека, включая меня. Потом мы уже наняли там еще двух. Но то есть это очень мало. И дружить просто по языковому принципу достаточно тяжело. То есть если мы с людьми не стыкуемся, и мы разные, просто все, что нас объединяет, это язык, достаточно тяжело, это тоже надоедает. И хочется общаться с местным, с местным контингентом, который с вами общаться не хочет. Это проблема серьезная. Между собой они тоже не общаются. Они в принципе тоже очень закрыты. То есть они между собой тоже эти связи редко устанавливают. Они идут куда-то гулять, они идут пить пиво, они в десять часов собираются и уходят по домам. То есть пить пиво до трех утра, да, у них такого нет. Они не гуляют, как мы, всю ночь, они не устраивают такие вечеринки большие. Они встретились, там чего-то выпили, поели в девять-десять часов, они собрались и разъехались на велосипедах по домам. Это называется здоровый образ жизни. Называется здоровый образ жизни, да. Ну и последняя проблема, которая тоже, на мой взгляд, реальная проблема, это та, из-за чего я уехал. Это там, в принципе, Голландия, Амстердам, они отстают по технологии. Они по сравнению с Калифорнией, они на два шага позади. То есть они программируют на PHP, они, вы не программисты, но я в двух словах, они программируют на том и используют те технологии, которым пять лет, которым десять лет. Потому что у них, они не стартапы там в основном, они просто делают бизнес. То есть все те фирмы, в которых я работал, это фирмы, которые, там, электронный магазин, ну большой. Вот они продают там обувь, например, или продают одежду. Большой электронный магазин. Никакой инновации там нет, они ничего нового не создают, никаких новых технологий они не изобретают. Это просто продажа чего-то в интернете. Для этого им нужны, да, 100 программистов. Но что я как программист, который хочет, например, программист, который хочет развиваться и хочет быть лучше, хочет осваивать новые технологии, И что я для себя вынесу из этого программиру? Ну я просижу там, да, вот эти там годы, заработаю, наверное, какие-то деньги, проживу в красивом городе. Но я не расту. То есть я как программист не расту, потому что они используют старые решения, старые технологии. И эта проблема, на самом деле, самая серьезная. То есть если сравнивать между иммиграцией в Калифорнию или в Америку, или в Голландию, то Голландия это очень спокойное такое место для такого полупенсионного существования. То есть вы очень защищены, там социализм, у вас нет проблем с жизнью, с медициной, все очень красиво, чисто. Но если у вас большие амбиции, то, наверное, Амстердам это не то место, где надо будет. Вот так. Теперь, наверное, я... У меня было три совета, которые я хотел дать тем, кто эмигрирует. Но вы не эмигрируете, поэтому я вам их не дам. Но если бы вы эмигрировали, я бы вам скажу... Не занимайтесь. Давать, да? Ну хорошо. Первый совет, который... Да, если вы собрались сюда ехать, первый совет, который бы я дал, это... Учите язык английский и не бойтесь на нем говорить. Большую... Я видел часто такие проблемы. Люди приезжают туда и, попадая в офис, где 20 человек англоговорящих, они не говорят, молчат и плохо коммуницируют. Этого совершенно делать не нужно. У них тоже это второй язык. Они тоже на нем плохо говорят. Поэтому они совершенно не напрягаются от счета эмигрантов. У них их много и они свободно, они легко будут с вами коммуницировать, даже если вы едва-едва можете сложить пару слов. То есть не бойтесь коммуницировать на английском. Это первый главный совет, который... У меня, опять же, знакомый уехал, вернулся из Амстердама, работал там и уехал по языковой проблеме. Он... У него еще был ребенок 4 года, и он говорит, я приехал с ребенком, отдал его в садик. А он только начинает говорить, ну, 4 года, то есть он там коммуницирует, разговаривает на русском, он научился. А тут он приходит в садик и ничего не понимает. Он не понимает, его не понимают, он приходит домой и плачет. Ну, видно, что ему трудно, он не может коммуницировать со своими сверстниками. И так произошло так несколько месяцев, и они в итоге собрались и уехали. Он говорит, вот мне не нравится же, ребенок не разговаривает, я в офисе, мне тяжело разговаривать, меня не понимают. Ведь языковой барьер, он существует, его надо ломать, просто не бойтесь разговаривать. Должен пройти страх. Вот такой, наверное, совет. И второй, наверное, тоже опять не бойтесь. Сейчас, секунду, еще второй, не бойтесь. Они, в принципе, народ... У них уровень технически ниже, и они, в принципе, народ достаточно, программисты, так, по моему наблюдению, достаточно ленивый. Такой ленивый и трусливый. Это они сами говорили. Я сейчас на них не... У меня несколько знакомых, вам странно, они мне прямо говорили, что мы, вот, голландцы, мы очень трусливые. Ну, и плюс сюда еще ленивые. То есть их легко, в принципе, технически обогнать. Легко в офисе быть самым лучшим программистом. Просто будучи, вот, просто трудолюбивым. Просто трудолюбивым, который... Тем, кто не боится, не боится чего-то новое внедрять, не боится предложить новое решение, не боится сделать как-то иначе. Просто нужно убрать страх, и их легко будет победить. То же самое сказать про Калифорнию я не могу. Там не так. Там просто... Просто... Просто бесстрашия не хватит. А здесь достаточно просто бесстрашия. Просто идите вперед, просто делайте больше, чем они, просто заявляйте о себе больше. Я умею, я знаю, я сейчас это сделаю. Этого будет достаточно для того, чтобы победить. Вот такой совет. Ну, и третий, наверное, я бы посоветовал ходить на митапы. Там достаточно распространены митапы в Голландии, где можно встретить много англоговорящих голландцев, которые по теме компьютерной... Ну, вот в движении в этом, и с ними можно как-то сконтактироваться. И просто послушать, что они говорят. Митапы там популярны, как и в Калифорнии. Допустим, я не знаю, популярны они здесь. Я не был так особо на украинских митапах или на московских. По-моему, это менее популярно. А там в митапы можно каждую неделю найти какой-то митап. Знаете, что такое митап, да? Это там собрались 20 человек, купили пиццу, поговорили про программирование или про менеджмент и разошлись там через полтора часа. Вот такие вот встречи, на них я бы рекомендовал ходить. По крайней мере, при первом посещении, когда вы только переезжаете, в принципе, за границу, не только в Амстердам. Начинайте с митапов. Вы быстрее втянетесь в среду. Все, я закончил. Вопросы? Про страховку, ты не сказал. Про страховку, да. Ну, страховка тоже стоит денег. Она стоит порядка 150 евро. Вам нужно будет ее платить? Да, обязательно. Да, про медицину я упустил. Медицина там достаточно такая, опять же, необычная. Она будет пугать сначала. Например, вы не можете попасть к доктору, минуя семейного доктора. То есть каждый человек, приезжая в Амстердам, покупая страховку, должен быть автоматически прикреплен к некому семейному доктору. Это такой терапевт, который ни в чем не понимает, но задача, по-моему, которого, так об этом пишут, и я так на себе это увидел, не пустить вас дальше. Не пустить вас к следующему врачу. То есть вы когда к нему приходите и говорите, у меня болит горло, оно все красное, они говорят, вот вам апельсиновый сок по утрам, и гуляйте побольше. И если, значит, не отпустят, то приходите еще раз. И в большинстве случаев это помогает. В большинстве случаев действительно гуляешь, действительно пьешь сок, и как-то через 3 дня выживаешь. Но дальше вас не пускают. То есть когда ты настаиваешь на том, что мне нужно к хирургу все это срочно вырезать, она говорит, до хирурга подождем, приходи через недельку, если уже совсем дышать не сможешь. И вот так это происходит. Например, там большинство людей рожает дома. Там для того, чтобы рожать в больнице, нужно иметь серьезные показания для этого. В принципе, вас в больницу не пустят рожать, вас скажут, вот вы рожаете дома, если будут проблемы, вот телефон. Звоните, мы через 15 минут приедем, будем решать проблему. И в большинстве случаев проблем нет. То есть масса людей, например, рожает дома. То есть доктора так, а дальше, когда уже проходишь этого доктора, дальше там достаточно все квалифицировано, да, но вот пройти этого медицинского семейного врача очень тяжело. И они такие достаточно, такие пожилые женщины, сидящие за столом, у них такой маленький кабинет, и мы им платим там, ничего не платим, это по страховке. Она поговорила, сказала, иди домой, вот выписывает там какие-то аскорбинку. И на этом все. Это было несколько раз, и мы сталкивались с этим, и было так, сначала очень раздражало, что я хочу в доктора, это мое здоровье, и дайте мне, я готов заплатить за этого доктора. Нет, не надо, вот так вот. А переломы? Ну, переломы, да, emergency. Если вызываете emergency, к вам приедет эта скорая, и да, починит этот перелом. Да, и... Ну, вот так. А вот там еще где-то, по-моему, в конце зала был вопрос, робкий. Еще есть вопросы, господа. Да. А по технологиям, ради каких я уехал? Ради каких я уехал? Да. Ну, я сталкивался... Я сталкивался с Java и с PHP, да, я сам и с PHP и Java программист, и я видел, что они делают в PHP, и что они делают в Java. Это вчерашний день. То есть, когда им предлагают что-то новое, предлагаешь им какие-то современные методики, они с удивлением на это смотрят, и с опаской. То есть, тяжело продвинуть что-то новое, тяжело... Ну, я могу пойти в детали, и рассказать, какие конкретно технологии. Ну, например, там, я не знаю, в Java, например, не знаю, кто знает, они, например, Maven не использовали, когда я пришел в проект. Они использовали там Ant, и вообще ничего не использовали. То есть, я не сказал, давайте использовать Maven, они сказали, вау, как это круто. В Калифорнии это было бы странно, ну, что ты такое говоришь, но все понятно, что все используют. Это не возникает вопроса. Да и здесь тоже. Пройдите в какую-то фирму на Java, здесь программирующую. Не будет команды, которая не использует Maven. Уже такого нет. Это все 10 лет назад, это все 7 лет назад, 5 лет назад это прекратилось. Там это по-прежнему так. То есть, люди работают по старым, так сказать, очень консервативные, очень консервативные подходы к разработке их. Что очень... Для меня, может быть, это круто на самом деле, потому что ты становишься самый умный в команде. Я знаю Maven, никто не знает Maven, как прекрасно. Я тут самый умный, они, конечно, меня ценят, но я же не расту. Ну, чего я могу научиться? Потолок для программиста. Синер, Грел. По деньгам? Да. Я думаю, что потолок для Синера, для Джавы 70 тысяч. Это, ну, 75. Это будет самый... Это максимум, что вы можете попросить. Евро. Евро, да. Или что-то евро. Средняя зарплата, ну, 55 вот так. 50 это для иммигранта дают сразу, предлагают, надо торговаться. Надо говорить, я хочу 60, где-то на 55 вы сойдетесь. Это данные полуторагодовой давности. Может быть, сейчас чуть выше. Я уже там... Кросс-курс 1.11. Кросс-это... Доллары, если считать. Ну, да. Я не знаю, что это кросс-курсы. Они не сильно привязаны к доллару. Для них доллары это какая-то экзотическая валюта. Там все идет в евро. Нет, для нас как ориентир. Для нас, да. Ну, как ориентир, да, можете перейти. Вот, пусть вот коллега первый рост поднимался. По методологиям та же ситуация, что с технологиями. То же самое, все очень отсталое. Там этот скрам, это, ну, это что-то такое суперкрутое. Это waterfall. Просто некий хаос такой, да. Ну, мы разрабатываем, и все. У нас есть вот эти ребята отвечают за это, а это отвечают за это. Вот такая у нас методология. То есть, когда скрам внедряли, я был свидетелем, когда скрам внедряли, это была вот суперновая технология скрам. Теперь мы будем делать agile. Ну, и да, и всех это удивляет, как это круто, как это интересно. В основном у них вообще профессия программиста, профессия менеджера, она давно уже перестала быть привилегией какого-то элитного слоя общества. Но как это по-режнему как-то остается еще здесь и было там 10 лет назад. Сейчас это просто как водитель трамвая, так программист. Это такого же вот, вот просто профессия. Там программистов, там девочки программисты, мальчики программисты, взрослые программисты, молодые программисты, разные возраста. Они все разные, это просто как обычная работа. Если у нас программисты, допустим, они большинство мальчики, они большинство молодые, ну, как-то так, есть какая-то такая вот сегментация. Там это просто обычные люди, просто программисты. Они никак не идут в эту профессию по любви какой-то, или по какой-то особому желанию стать программистом. Он просто становится программистом, потому что ему нужно где-то работать. Один стал водителем трамвая, который тоже неплохо получает. Второй стал программистом, который получает на 6 тысяч евро в год больше. Ну и все. И поэтому, когда ему приходишь и говоришь, а давайте мы сейчас тут изобретем что-то. Ну надо водителю трамвая что-то изобрести. Ну можно изобрести, только как это отразится на моей стабильной зарплате? Плохо. Давайте не будем изобретать. Вот и все. Да, вот такая там картина. Поэтому это не очень неинтересно. А уровень менеджмента ты можешь оценить как-то? Как ты с этим сталкиваешься? Уровень менеджмента? У меня будет доклад про менеджмент сегодня. И я там скажу все, что я думаю про менеджмент. И да, и голландцы вот в этом случае они такие яркие представители того менеджмента, который мне не нравится. Поэтому я скажу сегодня вечером про это. А как голландцы относятся не кролокейту, специалистам? А собственно, кого все равно? Плохо очень. На мой взгляд негативно, да. Негативно. Они считают, что важно, чтобы люди... Так, это мой опыт. Четыре компании, я в четырех компаниях пытался внедрить удаленную разработку. Пытался им объяснить, что давайте мы возьмем кого-то на стороне. Зачем мы платим огромные тарифы, рейты здесь? Зачем платить 60 тысяч евро здесь за среднего программиста, который еле работает? Ну, за среднего. Когда мы можем платить в Украине 30 за очень хорошего, например. Ну, как-то так, если лично человеку в руки платить. Да или не в Украине, ну, где-нибудь в другой территории. Нет, это неудобно. Мы должны с ними коммуницировать. Мы должны... Вот по вопросу менеджмента туда же. То есть они не умеют управлять правильно, они умеют управлять только людьми, сидящими на расстоянии вытянутой руки. Когда можно зайти в офис, проверить, что все сидят на месте, что все пришли, у всех добрые лица, улыбаются все, никто не грустный. Значит, все в порядке. Вот такой менеджмент. По-моему, все логично, после того, как они принимают людей с надписью «Хороший выравнист». Да, наверное, все логично. Нормально. Последний вопрос. Ну, давайте, у меня все равно есть вопрос. Английский экзамен у них свой или они международными пользуются? Экзамен английского? Да, на знание языка. Я не в курсе. А нет у них экзамена на знание языка? Нет, наверное, их. Ну, международный или у них там свой какой-то? Я не знаю, я ничего такого не слышал. Меня никто не экзаменовал на английский. И когда мы набирали людей, никто английский не проверял ни по каким экзаменам. Так, поговорили по скайпу, допустим, или пришли на собеседование. Английский, в принципе, средний. Я же говорю людям, масса иммигрантов. Для них для всех английский – это второй язык. Часто говорят не очень хорошо. Но говорят. Как говорит Википедия, 89% говорит на нем. То есть может с вами объяснить. Это очень хорошо. Это реальный плюс по сравнению с другими странами, в которых в той же Германии вы вынуждены будете учить немецкий. В Голландии вас никто не будет заставлять. Вы можете проработать. Три года я там пробыл. Я по-голландски знаю. Здравствуйте, до свидания и приятного аппетита. Все. За три года. Никто меня не заставлял учить больше. Как показывает практика, я думаю, инженера не нужен переводчик, мне нужна бутылка Каней Кайс. Может быть и так, да. Все. Спасибо. Но прежде чем мы отнесем Егора, она не связана отоправить. Пожелусь на. Спасибо. Если у вас когда-то писали для фикер-конференции блокнот, в котором вы будете белой ручкой записывать свои мнежи инвесторы, то что я буду рад. Спасибо. Приходите на мой по менеджменту доклад. Да, и по-другому, кто-то встретит вебинар, который сегодня у тебя на Бугоеду. Там все.